Девушки отдыхают «Не пропустите, меня ждут», – тихо сказал он дежурному и назвал свою фамилию. 2005 год. Город Белгород. 25 октября в районе улицы Ватутина двое работников электросети прокладывали новый кабель. Копая траншею, один из них увидел под слоем земли край большой пластиковой сумки. Такие часто используют торговцы челнаки. Вынимая находку, рабочие удивлялись, какая она тяжелая. Они раскопали эту сумку, вскрыли ее, и там обнаружили труп мужчины. После чего вызвали сотрудников милиции, прокуратуры. Документов при погибшем не оказалось. Судмедэксперты сделали вывод – труп пролежал в земле несколько месяцев. Более тщательный осмотр показал – скорее всего, мужчина был задушен. Следователи начали работу по установлению личности убитого. Были направлены ориентировки во все регионы Российской Федерации. Также на Украину направлялись ориентировки с фотографии неопознанного трупа, с описанием его примет. Однако каких-либо положительных результатов получено не было. Личность убитого установить так и не удалось. Примерно через месяц в Управление внутренних дел Белгорода обратились Роман и Ольга Волгина. Они разыскивали своих соседей – Вишняковых. По словам заявителей, целая семья – мать Вишнякова Татьяна, ее взрослый сын Михаил и его жена Евгения – внезапно пропали. В связи с исчезновением семьи Вишняковых, сыщики вспомнили про обнаруженный в траншеи труп неизвестного. Но на Михаила Вишнякова убитый не походил. Пропавший был примерно на 20 лет моложе, наголову выше его ростом. Тогда казалось, что эти два дела не имеют друг к другу никакого отношения. В тот день сотрудники ППС Белгородской области совершали объезд территории. Неподалеку от поселка Комсомолец им на глаза попались несколько сумок, лежащих на обочине дороги. Как оказалось, сумки набиты доверху женскими вещами. Там находились верхние одежды, кроме того, были документы на Диковскую, на рожданку Диковскую. Документы в виде военного билета, она была медсестрой, дипломов различных об окончании медицинского училища. Еще ряд документов, таких, которые просто-напросто люди за ненадобностью не выбрасывали. Милиционеры предположили, Диковская умерла, а ее никому не нужное наследство родственники выбросили. Но эту версию надо было проверить. Сотрудники ППС пригласили сыщиков из Белгородского управления внутренних дел. Они тщательно осмотрели вещи и место, где их нашли. Было установлено, что недалеко имеется резиновый коврик автомобильный, на котором находится наслоение вещества, похожего на кровь. Вскоре сыщики установили место жительства женщины. Не было ни заявления о пропаже данной гражданки, ничего. Данная гражданка проживала в городе Белгороде и имела однокомнатную квартиру. Следователи обратились с запросом в налоговую инспекцию, районную поликлинику и домоуправление. Из регистратуры клиники пришел ответ. Около месяца назад Алла Дмитриевна вызывала на дом врача, который поставил ей диагноз – грипп. В настоящий момент больничный лист Диковской закрыт. Она выздоровела. Когда приехали по адресу, к Диковской, где она проживала, значит, самой Диковской не было. В квартире находились люди, которые сообщили о том, что они приобрели эту квартиру. Диковская переехала и никому не сказала об этом. Такой вариант был возможен. Но выброшенные вещи и следы крови на автомобильном коврике свидетельствовали. Она покинула дом не по собственной воле. Сыщики произвели обыск в бывшей квартире Диковской. В частности, в квартире Диковской были обнаружены следы крови. Помогли эксперты-биологи, которые смогли выявить эти следы. Анализ показал – это кровь бывшей хозяйки жилья Аллы Диковской. Следы были оставлены недавно, около двух недель назад. Люди, въехавшие в квартиру Диковской, заявили, когда они заселялись в дом, вещей прежней хозяйки не было. С ней самой они никогда не встречались. Оформление сделки происходило через крупную риэлторскую фирму. Сыщики проверили – все документы были в порядке. Одна из свидетельниц, жительница того же подъезда, показала. Накануне исчезновения Диковской, она видела во дворе незнакомый автомобиль «Жигули» бежевого цвета. А ночью того же дня из окна она наблюдала нечто странное. По ее мнению, в ночью, накануне исчезновения Диковской, неизвестные лица вынесли объект из подъезда, похожий на мешок. Женщина пояснила. Долгое время она работала медсестрой в реанимационном отделении больницы. Вид мешка, который несли двое мужчин, показался ей неприятно знакомым. То есть я очень часто видела трупы в реанимационном отделении, и я видела, какие они бывают тяжелые. Эти двое молодых, здоровых парней еле-еле-еле справлялись с тем, чтобы вынести этот мешок, и ей показалось, что как будто бы это труп. По факту исчезновения Аллы Диковской было возбуждено уголовное дело. Сыщики беседовали с друзьями и знакомыми пропавшей женщины. Некоторые из них сообщили, Диковская действительно собиралась переехать. Следователи выяснили, Алла Дмитриевна не обращалась в риэлторскую фирму. Она разместила объявление о продаже квартиры в рекламной газете и ждала, пока ей позвонят. Показалось странным и интересным, что сделку риэлторы заключали через посредников, которых звали Дима и Гена, но никаких данных об этих посредниках в их документации не содержалось. На вопрос, совершались ли аналогичные сделки через этих посредников ранее, в риэлторской фирме ответили, да, эти молодые люди работали на очень выгодных условиях. Стоимость квартир, которые проходили через их руки, была значительно ниже рыночных. Вероятно, бежевые «Жигули», периодически приезжавшие к подъезду Диковской, принадлежали именно посредникам. Сыщики начали активные поиски Гены и Димы. Был составлен список автомобилей, указанной модели, их владельцы проверялись. В очередную проверку было установлено, что некто Буренченко Дмитрий управляет аналогичным автомобилем. Совпадали имя, марка машины и примерный возраст людей, которые выносили из подъезда Диковской странный сверток. Дмитрий Буренченко был задержан. Был произведен его обыск, в ходе которого были обнаружены денежные средства, золотые ценности, в частности цепочка. Как впоследствии выяснилось, она была опознана близкой подругой Диковской, как цепочка саму Диковскую, золотая, которую та постоянно носила при себе. Дмитрию Буренченко предъявили обвинение в убийстве клиентки. Было проведено опознание. Сотрудники риэлторской фирмы подтвердили, они знакомы с этим человеком. Буренченко опознали парня, который представлялся Дмитрием и который продавал совместно с Геной. Предлагал им посреднические услуги купли-продажи квартир по цене гораздо ниже рыночной. Вычислить Гену оказалось достаточно просто. Опросив друзей и родственников Буренченко, следователи выяснили, у него есть близкий приятель по имени Геннадий Шигаев. Видимо, узнав об аресте друга, он скрылся. Все оперативные службы были сосредоточены на том, чтобы установить его местонахождение. Нигде его не могли найти, ни по месту жительства, ни по месту временного проживания. Задержанный Буренченко полностью отрицал свою вину. Он утверждал, что деятельность его, хотя и незаконна, ничего общего с убийством не имеет. Он и Шигаев просто помогали одинокой женщине продать квартиру и за это получили свои комиссионные – тысячу долларов. Он рассчитывал, что его вынуждены будут отпустить, но судебным решением срок его содержания под стражей был продлен еще на два месяца. И тут он, видимо, сломался, что ли. Спустя неделю подозреваемый Буренченко попросился на допрос к следователю. В его глазах больше не было самоуверенности и наглости. Студент юридического факультета выглядел напуганным и сломленным. Буренченко сообщил следствию о том, что желает дать показания по убийству Диковской. И сообщил, что убийство Диковской совершил его знакомый Шигаев. Он оказался случайным свидетелем данного убийства. По словам Дмитрия, Геннадий Шигаев обманом заставил его присутствовать при убийстве, а потом пригрозил ему и заставил спрятать тело. Вместе они вынесли его ночью в большой пластиковой сумке, положили в машину, отвезли в Белгородскую область и закопали. За домом Шигаева было установлено круглосуточное наблюдение. Сыщики прослушивали его домашний телефон и телефон в квартире родителей. По всем районам города были разосланы ориентировки с фотографиями преступника. Как полагали следователи, он не успел скрыться из города. Расчеты сыщиков оказались верны. Через несколько дней в кабинете следователя раздался телефонный звонок. Мужчина на том конце провода представился адвокатом Геннадия Шигаева. Он сообщил, его клиент готов сдаться. Через несколько часов он сам придет в милицию. Именно так все и произошло. По всей видимости понял, что нельзя долго бегать, что его ищут. Может быть, не знаю, что повлияло на его решение, но в конце концов он пришел сам. Чтобы как-то хоть смягчить участь свое в совершении данного преступления. Однако, написав явку, он не изобличал себя в совершении преступления, а как раз изобличал Буренченко. Шигаев утверждал, он не убивал Диковскую, только присутствовал при этом. Затем угрозами подельник заставил его перенести труп в машину и спрятать в овраге. Показания друзей совпадали лишь в том, что касалось дальнейших событий. Оба сообщили, что закопав тело Аллы Диковской в овраге, они поехали в Белгород. А по дороге выкинули сумку с вещами и документами убитой. Именно большая пластиковая сумка, фигурирующая в деле, навела свящиков на определенные подозрения. Точно такую же был спрятан труп, найденный за несколько месяцев до этого, в траншее на улице Ватулина. Сопоставляя факты, следователи решили проверить, не продавал ли в интересующий их период через посредников Гену и Диму свою квартиру одинокий человек лет 50. Очень скоро выяснилось, такая сделка проводилась. Показали в агентстве фотографию убитого и описали его приметы. Нам сказали, что в принципе похожий человек приходил вместе с Дмитрием Шигаевым и продавал свою квартиру. Установить имя и фамилию этого клиента не составило труда. Им оказался Гончаренко Иван Борисович. Судя по словам бывших соседей, Гончаренко проживал в квартире вместе с гражданской женой Юлией Воскресенской. У него был сын Георгий, живущий отдельно. Следователи принялись разыскивать родственников и выяснили, супруги пропали незадолго до того, как квартира Гончаренко была продана. Сыщики предположили, к исчезновению Гончаренко и его родных причастны Шигаев и Бурынченко, черные риэлторы. Следователи решили действовать без обиняков. Они обвинили Дмитрия Бурынченко и Геннадия Шигаева в убийстве Гончаренко и его родственников с целью завладения квартирой. План сработал. На очередном допросе черные риэлторы попросили оформить чистосердечное признание. Объявление о продаже квартиры друзья вычитали в газете. Они позвонили Ивану Гончаренко, а затем пришли к нему домой. Выяснилось, что Гончаренко проживает не один, а с гражданской женой. Но это не остановило преступников. Предложив своим клиентам выпить, они дождались удобного момента и набросились на них. Они задушили Гончаренко, после этого задушили Воскресенского. Приобрели сумки большие, которые используются обычно людьми, которые торгуют на рынках. Вот эти матерчатые синтетические сумки упаковали. Оба трупа, Гончаренко и Воскресенской. И вывезли в район улицы Ватутина в городе Белгороде, где зарыли траншей оба трупа. Чтобы продать квартиру, преступники нашли гражданина безопределенного места жительства, внешне похожего на Гончаренко. При оформлении документов в риэлторской фирме он сыграл роль хозяина квартиры. Но в день, когда Шигаев и Бурынченко показывали квартиру покупателям, навестить отца зашел сын Георгий. Удивленному молодому человеку преступники сообщили, что Гончаренко-старший переехал в новый загородный дом. И предложили в этом убедиться. Георгий сел к ним в машину. Но едва выехав за пределы города, автомобиль остановился. Под предлогом того, что машину надо подтолкнуть, Шигаев попросил Георгия выйти из салона. И тут же сзади набросил ему на шею удавку. Этого сына, узнав о том, что он ищет, преступники также удушили, предварительно напоив, и вывезли за пределами города. Останки трупа были найдены в одном из водоемов за городом. После этого, почувствовав безнаказанность, преступники решили поставить дело на поток. Обзванивая квартиры по объявлениям о продаже жилья, они находили новых жертв. После этого они по объявлению нашли Вишнякову, Татьяну, которая прибыла в город Белгород вместе с матерью и сыном. Вишняковый, Шигаев и Буренченко представились посредниками. Просторная и дорогая квартира им понравилась. Убийц не остановило то, что в ней проживают трое человек. Мать, сын и его жена. Всех троих преступники задушили специально приготовленной удавкой. Погрузив тела в машину, они отправились на соседнюю улицу, где проживала мать Татьяны Вишняковой. Пожилой женщине черные риэлторы представились знакомыми, которых Татьяна попросила передать письма от родственников. Бабушка по своей наивности, простоте душевной, пригласила Шигаева и Буренченко к столу, угостила их чаем, вареньем. Ну, а после этого Шигаев и Буренченко попил этот чай с вареньем. Вот таким вот образом отблагодарили за гостеприимство, совершив убийство. Это кадры следственного эксперимента. Геннадий Шигаев показывает места захоронения. После того, как они были обнаружены, ему стало плохо. Он отказался давать показания. Он сказал, что не может проводить следственные действия. Возможно, у него проснулась совесть. Возможно, в нем заговорил человек, который давным-давно исчез фактически. После убийства Вишняковых Шигаев и Буренченко занялись продажей их квартиры. На этот раз в сообщнике они выбрали участкового милиционера Антона Полищука, с которым были знакомы. Друзья предложили Полищуку разделить куш, если он поможет им найти женщину, похожую на Татьяну Вишнякову. Лже-Татьяну он нашел очень быстро, среди местных бомжей. Ее звали Антониной Черкашиной. А сам Полищук сыграл в этом спектакле роль сына убитой Татьяны Михаила. Полищук лично присутствовал в риэлторской конторе, где происходило переоформление данной квартиры. Якобы в качестве сына владелицы данной квартиры, называя Черкашину в этой конторе мамой. На этот раз преступников едва не вывели на чистую воду. В риэлторской конторе засомневались, что заключают сделку с реальным владельцем квартир. Риэлторы совместно с покупательницей, засомневавшись в личности продавца, вызвали сотрудников милиции. И вызвали они сотрудников милиции 1-го отдела города Белгорода. Сыщики 1-го отдела допрашивали Черкашину и Полищука. А с посредником в подозрительной сделке Геннадием Шигаевым беседовал начальник уголовного розыска Николай Пищулин. Уже на следующее утро убийца и его сообщники оказались на свободе. Начальник уголовного розыска 1-го отдела милиции Пищулин увидел крупную сумму денег у Шигаева и согласился не проводить никакой проверки по этому заявлению риэлторов за 1300 долларов. Когда Шигаев был отпущен на свободу из отдела милиции, Шигаеву и Буренченко было совершено еще 2 убийства. Следующей жертвой черных риэлторов стала одинокая пенсионерка Анна Комоедова. Задушили, также вывезли бабушку и закопали в лесополосе. И уже через 2 недели продали ее квартиру. Последней в списке убитых была Алла Диковская, с которой мы и начали это расследование. На продаже квартир Шигаев и Буренченко заработали около 60 тысяч долларов. Деньги они бездумно тратили в казино и ресторанах Белгорода. Хотелось очень красиво жить, позволять себе. Машины дорогие, отдыхать в богатых ресторанах и все остальное. Для этой цели они решили начать совершать преступление. Судебное следствие по делу черных риэлторов длилось больше 3 месяцев. Подельник Шигаева и Буренченко, участковый милиционер Антон Полищук и начальник уголовного розыска города Белгорода Николай Пищулин, были приговорены судом каждый к 8 годам лишения свободы. Убийцы Дмитрий Буренченко и Геннадий Шигаев отбывают пожизненное заключение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова